Салам алейкум, гражданин номер 9 приветствует тебя! Новости, занимательные факты, мои влечения. Интересно? Гоу! 4 февраля министр финансов Бахтыгуль Джейнбаева сообщила, что за прошлый год бюджет нашей с вами страны недополучил около 6 миллиардов сомов. Это могли быть пенсии, пособия, строительство новых школ, больниц. Секретарь Совета Безопасности Дамир Сагамбаев заявил, что в 2018 году по фактам коррупции было возбуждено 288 уголовных дел. Общая сумма ущерба по возбужденным уголовным делам составляет 6 миллиардов 927 миллионов сомов. Так вот где бабки! Например, только бывший мэр Албек Ибраимов в своем рабочем кабинете получал взятки на сумму 270 тысяч долларов. Общий ущерб, по словам секретаря Совета Безопасности, составил 27 миллионов сомов. Имущество Аскарбека Шагиева, депутата, которого избрали по списку партии Бирбол, в размере 1 миллиард 852 миллиона сомов было передано в доход государства. Так что если хорошо поискать среди чиновников, то нам вообще легко расплатиться с китайским кредитом. Вообще изи! А-а-а-а! Новость, которая покорила Международное информационное агентство. Депутат Камчебек Чолдашпаев, который был избран от партии «Унигу прогресс», заявил, что волки нам не родственники и предложил отстреливать их с помощью вертолета. Ран. Более того, он не остановился и выдвинул новую идею – отстреливать с помощью танков. Шо? Опять? Дорогие граждане, сейчас я покажу фотографию. Пожалуйста. Я жду ваши комментарии. Откройте свою фантазию. Лучший комментарий я покажу в следующем выпуске. 4 февраля на совещании в мэрии о информации Гули Алмамбетовой произошла небольшая драка и скандал. Начальник зеленхоза Ильнура Чолдошева выступила категорически против сноса 4000 деревьев и кустарников, подпадающих под реконструкцию 60 улиц по второй фазе китайского гранта. Как сказала Ильнура Чолдошева, я привяжу себя к дереву. Как рассказала Гуля Алмамбетова о начальнике зеленхоза, она такая – она может. 12 февраля в Кыргызстане запускается проект «Безопасный город». Превышение установленной скорости. Уважаемые граждане, 12 февраля начнет действовать проект «Безопасный город». За 2 часа 16 минут, короче, 980 машина уже штрафа или нет, да? И минсомдон штраф уже или нет, да? Санайвергле, да? Короче, будет пипец. Вот что нам сообщает собственный корреспондент из компании «Вега». Сейчас покажу я вам, мы находимся в Киево-Пудовкино-Камское. Радар установлен, сейчас в тестовом режиме работаем. Как-то так. Давайте, джигиты, не нарушайте, хорошо? Это меня все. Гражданин номер 9, Нурлан Анарбаев. Будьте осторожнее на дорогах. Берегите себя и семейный бюджет. До новых встреч. Подписываемся на канал, ставим лайк. Максимальный репох. Для dangers. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...